Привет, друзья! Всем большой привет из Москвы! Здравствуйте, дорогие мои друзья и дорогие мои зрители! Сегодня 5 февраля. Сегодня воскресенье, у меня выходной день. Я решил прогуляться сегодня днём по лесопарку. И это видео я назову «Воскресная оздоровительная прогулка по зимнему февральскому лесопарку». Дорогие друзья, солнышко светит, уже скоро весна. Февраль – это последний зимний месяц. И буквально уже меньше через один месяц наступит календарная весна. Как хорошо прогуляться в выходной воскресный день по парку, подышать свежим воздухом. Вот я сегодня встал утром и думаю, что так жить нельзя. Ведь в прошлые выходные я два дня просидел безвылазно дома, в запертий, в четырёх стенах. Я реально вам говорю, я из дома вообще не выходил. Просто сидел дома на заднице, за компьютером. Только портил глаза, пялись в монитор компьютера. Да, у меня есть компьютерная зависимость. Я это подтверждаю, я это осознаю. Да, я люблю играть в игры компьютерные. Но нельзя сидеть целый день за компьютером и играть в компьютерные игры. Надо также выходить из дома на прогулки и гулять. Сейчас первый час дня. Погода хорошая здесь в парке. Тут люди гуляют тоже. Хотел я поснимать людей поменьше, что не получается. Везде в Москве люди ходят. О, давайте я сверну на тропу такую, где меньше людей ходит. Ой, как хорошо, друзья, прогуляться по зимнему февральскому лесопарку. Солнышко светит. Вот снежок лежит. Скоро снег будет уже таять. Буквально через пару месяцев. И я вам тоже советую, дорогие друзья. Выходите из дома и прогуливайтесь. Это очень полезно. Сегодня я вот не пошел на Красную площадь с оппозицией. Ну, что, возьмут они власть и бог с ними. Но говорят, что если я не буду заниматься политикой, то политика займется мною. Да, в этом есть своя правда. Ну, мне тоже в кайф одному походить по парку. Потому что там они собираются толпой. Идут на Красную площадь. Встречаются, знакомятся. Мне хватает общения на заводе, на работе. Поэтому я в выходные просто отдыхаю от людей. Наслаждаюсь природой, уединением. Мне нравится вот в выходные просто погулять на природе. Сейчас холодновато, конечно. Минус 10 градусов. Настоящая зимушка, зима русская. У нас в России зима. Вот снег лежит буквально больше полгода. Это вам не Майами, не Сан-Франциско. Это Россия. Здесь, конечно, проблемы с зимой. Холода, дороги заносит. Вот я зимой на заводе расчищаю дорожки от снега. Беру в руки лопату. И иду сугробы разгребать со снегом. Мне ребята помогают там. Респект. Спасибо. Вот такая у меня прогулка по лесопарку. Я передаю привет своим друзьям. Деру Тимонку, Диме Кирееву. Передаю привет моему другу Александру Стальнову. Который меня ударил из друзей. Потому что он обиделся, что я в прошлые там выходные не пошел с ним гулять. Он хотел снять вторую часть обзор на шурму. Я ему сказал, что ну не знаю, может я просто отдохну дома посижу. А я пошел на Красную площадь. И он это расценил как просто обман в его сторону. Он написал мне, Саня, все, я тебя удаляю из друзей. Что он не прощает ложный обман. И посоветовал мне с уважением относиться к людям. Что я могу сказать? Саня знает себе цену. Он грамотный компьютерщик. Он мне помог сделать интернет. Он меня подтолкнул к покупке нового компьютера. Хорошего, игрового. Я Саню прощаю и не держу на него зла. Сань, давай. Давай будем друзьями. Извини пожалуйста меня, что я сказал, что буду отдыхать дома. А на самом деле вышел из дома. И с тобой не погулял. Да, дорогие зрители. Если у нас появляются друзья в жизни, то с ними нужно гулять. Друзьям нужно внимание уделять. Друзьям нужно внимание. С ними нужно общаться и встречаться. Сейчас я это понял. Я вот хожу сейчас в одиночестве по парку. И ощущаю, что да, мне не хватает рядом друга, который бы тоже меня поснимал, пофоткал. В этом плане, конечно, беда. Прости, Саня, за мой такой характер. Думаю, что мы с тобой еще вместе погуляем. И ты расстаешь. И примешь мои извинения. То есть в друзья добавляй меня. И из черного списка убирай. Также привет Андрею Богатыреву, который тоже слился. Который тоже у меня в черный список добавил. Вот так вот, друзья. Добавляют в ЧС у меня люди, которые раньше со мной гуляли. С которыми я видео снимал. Не знаю, буду как-то исправляться. Может быть, я сам неправ. Может быть, я очень такой высокомерный. Может, у меня завышенное чувство самовеличия. Может быть, да. Я такой, я очень гордый. И не люблю, как говорится, задницу вылизывать. В этом, да. В этом я такой непрогибаемый тип. Но нужно, конечно, идти навстречу людям. Общаться. Идти первым с протянутой рукой. Ну ладно. Это было такое лирическое отступление. Это мои такие сопли по поводу друзей. По поводу общения. А тема этого видео просто прогулка. Воскресный. Выходной день по парку. Вот сейчас я буду дорогу переходить. Там находится гостиница «Союз». Там канал имени Москвы. Там пляж. Люди там купаются летом. Загорают. Сейчас, конечно, там купаться нельзя. Потому что холодно. Так, давайте я перейду на ту сторону. По-быстренькому. Я хожу всегда по пешеходному переходу. Я вот пешеход с видеорегистратором. Если меня соблют, то у меня будет доказательство. Тоже прикольно, кстати. Здесь находится дворец спорта «Умка». Там дети в хоккей играют. Там дети в хоккей играют. Я продолжаю свою прогулку по парку. Солнышко светит. Погода отличная. Вон там лыжники катаются на лыжах. А вот я на лыжах этой зимой так и не покатался. У меня дома лыж нету, к сожалению. Вот здесь такие вот линии электропередач. Высоковольтные линии электропередач. Лэп, так называемые. По ним ток проходит. Вон там ТЭЦ дымит. Загрязняет атмосферу, воздух. Кстати, Александр Стальнов, он молодец. Он всю эту тему прошаривает. Что-то загрязняет ТЭЦ наша. ТЭЦ-21 загрязняет воздух. В нашем округе северном. В частности, в нашем районе западной Дегунина. В этом плане молодец. Он активист. Борется со всей преступностью. Молодец. Только, Сань, конечно, я очень расстроен, что ты меня добавил в черный список. Я очень расстроен, что ты меня удалил из друзей. Реально. Я этого не ожидал. Я тебя не удаляю, конечно, потому что я считаю тебя своим другом. И надеюсь, что мы будем друзьями. А так я человек добрый, открытый. Со мной лучше дружить. Хорошая прогулка. Я включил спорттрекер. Потом буду смотреть свой маршрут. Линию маршрута. Такая есть программа, спорттрекер, приложение. И там такая будет линия красная. Как я шел. Для меня это очень интересно посмотреть. Замечательная погода. Балдежная. Просто балдеж. Как бы сказал Руслан Гительман. Привет тебе, Руслан Гительман из Москвы. В Хакасию, в Черногорск. Приезжай в Москву. Покажу тебе наш город. Нашу столицу России. Да, солнце, конечно, светит хорошо. Вон бабульки гуляют. Прекрасная погода. Давайте прибежимся немножко. Это моя оздоровительная, воскресная прогулка по лесу. Тут люди тоже ходят, попадают в кадр. На меня смотрят, косятся. Но я не обращаю внимания на них. Они не понимают ничего в искусстве. Вот бежит спортсмен. Ох, друзья, как здорово выйти из дома в воскресенье днем и погулять по лесу, по парку. Посмотреть на лыжников. Вот они, лыжники проехали. Очень много лыжников. Я особо удивлял. Люди занимаются лыжным спортом. Ну, а я просто хожу. Ходьба тоже полезная. Даже мне захотелось встать на лыжи. Женщина занимается скандинавской ходьбой. В ней специальные палочки, которыми она от земли отталкивается. Тоже очень полезно. А я вот так хожу. Шевелю типа тазом, так шевелю, телом шевелю, чтобы сжигать жир лишний. А вечером я приду домой, включу компьютер и буду продолжать прохождение игры Вэдж Докс 2. То есть я прохожу игру в режиме онлайн. Люди смотрят прямо трансляцию, как я прохожу игру. Хотя можно просто записывать видео игры, потом монтировать. Но у меня времени нет, чтобы сидеть, задрачиваться, монтировать что-то. А я просто игру как бы стримлю. И просто она там лежит у меня на канале. И все. Кому надо, тот посмотрит. Ах, как здорово! В воскресенье выйти из дома и прогуляться по зимнему февральскому парку. И я для вас, мои зрители, снимаю свою прогулку на видео. Смотрите на меня, как я гуляю. И вам тоже советую дома целый день не сидеть. Хватит тухнуть за компом. А лучше выходи и погуляй. Сегодня я вот гуляю один. Хотя Валера из Гомеля хотел со мной сегодня встретиться. Но я вот решил сделать 10 тысяч шагов, как минимум. у меня такая теперь маня двигаться, движение типа жизни, чтобы у меня был активный образ жизни. А вот сейчас, дорогие друзья, я подхожу к границе Москвы и Московской области. Там даже стоит шлагбаум. То есть, кончается Москва здесь, начинается Московская область. Да-да, не удивляйтесь, я вам реально говорю. Я вот и живу буквально у МКАДа, да, у МКАДа. Я могу спокойно пешком выбраться из Москвы в Московскую область. Вот он, пограничный, стоит такой вот шлагбаум. И вот МКАД, МКАД, Московская, кольцевая, автодорога, это как бы линия, граница, которая разделяет Москву и Московскую область. Реально, да, я вам говорю, реально, да, это так и есть, да. Вот он, шлагбаум пограничный. Все, друзья, это нейтральная территория, типа, граница. такое место вообще под мостом. Тут тусоваться можно так. Давайте пробежим. Здесь опасно очень, граница. Так, я убегаю из Москвы в Московскую область. Вон там Московская область, друзья, это Московская область. Московская область. Все, друзья, пару шагов осталось, пару шагов. Все. Я вышел из Москвы. Вон там Москва, вон Москва, а здесь уже Московская область, друзья. Вот так вот. Фу. Давайте здесь пройдемся, там чувак идет. Меня не смущают очень. Которые так идут медленно, палят своим взглядом. Это напрягает меня, как видеоблогера. Да, я боюсь людей на улице. Они, конечно, напрягают. Поэтому я и снимаю в парке, где меньше людей. Люди сейчас злые, озлобленные. кризис. Все плохо в стране. Так что напрашиваться лишний раз я не собираюсь лезть к ним. Вот, друзья, теперь я гуляю по Московской области. Это уже настоящая Московская область, да. Вон там электричка идет из Москвы в Химки, в Зеленоград. Привет моей подружке Насте из Зеленограда. Привет всей Московской области. Привет Сане горячему. К Сане горячему я летом поеду купаться в карьере в Белопесоцком. Там карьер классный, там купаться можно. Вот мы с Саней недавно встречались. Был бесплатный концерт Артура Беркута в клубе Швайн на метро Балмутская. Но я так и не пошел на концерт, просто с ними встретился, с ребятами, с девчонками и решил просто домой поехать. Потому что, да, я человек такой домашний. Мне больше дома нравится тусить. Но вот иногда я выхожу из дома и снимаю видео о своих прогулках. Даже Толян на такое не способен. Вы когда-нибудь видели, как Толян гуляет в лесу или в парке? То есть его видео о своей прогулке в лесу. Видели? Я не видел. А я вот гуляю, да. Давайте прибежимся немножко. А здесь находится железнодорожная платформа под названием Левобережная. Здесь можно сесть на электричку и уехать в Зеленоград, в Химки, в Солнечногорск, например. Это дорога Октябрьская железная дорога. Москва, Москва, Питер. То есть это железка на Питер идет из Москвы. Да, так оно и есть. Ох, друзья, длинный по времени у меня получится видосик про мою прогулочку. Давно я не снимал такие видео, а то все стримы, стримы, в игрушки играю компьютерные. И давно не снимал простые обычные свои видео в своем фирменном фоломкинском стиле. Типа, а я гуляю в лесу, сейчас февраль, зима, у меня уже сопли на носу, потому что минус 10 градусов мороза. Это такой, знаете, фристайл. читаю то, что в голову приходит. Мысли как речитатив. Репчик на природе, на прогулке. Я разминаю свои булки. Репчик, речитатив, на прогулке. Я двигаю свои булки. О, солнышко, февральское солнце. У меня уже руки замерзли, друзья. Ху, думаю, классное видео получилось. Наверное, я буду заканчивать данное видео, а то оно очень длинным получится, и люди просто смотреть не будут. В общем, друзья, со мной все в порядке, я жив-здоров. В выходные я вот выхожу гулять в парк, а днем я работаю на заводе, занимаюсь трудовой деятельностью. В общем, все у меня нормально, все хорошо. Вам хорошее настроение. Смотрите мои ролики, смотрите мои вечерние стримы, смотрите мои прохождения компьютерных видеоигр. Вот сегодня вечером я буду проходить в Эдждокс 2. Да, такой компьютерный игровой задрот, игроман. хотя мне 30 лет, но я играю в игры, как маленький ребенок, как школьник. Вот здесь никого нет, классно, можно поорать. А я в лесу гуляю. Это видео с прогулки моей. Вон чувак собака идет, кстати. Ладно, друзья, всем пока, до свидания, подписывайтесь, ставьте лайки, и увидимся в новых видео. Пока, пока. Субтитры Субтитры Субтитры